ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В эфире в КАУФА «Наша команда». Меня зовут Артём Хочев, а мою соведущую Жанна Байраж. А сегодня у нас в гостях тренеры УФА 2000 года рождения. Это Кирилл Хорошилов и Артём Башлыков. Абсолютно не случайно Артём и Кирилл в нашей студии, потому что совсем недавно большая победа случилась в башкирском футболе. Именно ваша команда УФА 2000 одержала победу в Кубке Российского Футбольного Союза. Вот скажите, Артём, вы уже успели отойти от этих эмоций, от победных? Ну, как таковых эмоций-то таких и не было, потому что это, я имею в виду, такого щенячьего восторга. То есть мы проделали большую работу, и я считаю, что мы заслуженно прошли дальше. А по большому счёту мы сыграли в ничью. Мы вышли только благодаря двум голам забитым на чужом поле. И поэтому вышли. Вот. У нас ещё предстоит финал всероссийский в городе Сочи. Вот. Вот там вот все самые серьёзные команды. То есть если бы победили, другие были бы совершенно эмоции? Я думаю, что да. То есть эмоции были от того, что видишь, как радуются дети. Когда те, кто даже в заявку не попал, но выбегают на поле и обнимаются, как одна команда, вот это дорогого стоит. А расскажите поподробнее, что такое Кубок РФС? Ну, это немножко другой формат, в отличие от первенства России, Урал, Западная и Сибирь. Здесь собираются шесть команд в одном городе, где определяется четвёрка лучших. Потом эта четвёрка уже выходит дальше с другой группой. Уже одна восьмая финала, одна вторая. Теперь мы вышли уже во всероссийский финал, где проходили такие же соревнования и определились победители своих зон. Здорово, молодцы. Кирилл, Артём уже начал говорить об этом. Но вот как мальчишки отреагировали на победу? Понятно же, что они играют в футбол как раз для того, чтобы побеждать и завоевывать какие-то Кубки и Трофеи. Ну, радовались как дети, эмоции. Дети радовались как дети. Как колоссальные, конечно. Видно было, как они переживали до игры, как их трясло, какой был мандраж. Это всё было заметно. И скрывать не буду и у нас тоже. Перед игрой мандраж был. А как давно вы тренируете эту команду? Восемь лет. Восемь лет, то есть вы их набрали буквально с первого класса? Кто-то с садик. Кто-то даже с садик. И были какие-то уже большие победы, которые сопоставимы или, может быть, даже больше? До этого были неофициальные турниры. То есть, грубо говоря, мы их обкатывали. Объединились мы три года назад. И пока вот это единственная такая победа значимая. Мы много говорим об этой победе. А теперь давайте посмотрим видео сюжет о решающем матче. О том, собственно говоря, как победа в Кубке РФС состоялась. В первом матче финала на выезде в Тюмени был зафиксирован счет 2-2. Это означало, что башкирскую команду устроит и не столь результативная ничья в ответном поединке. Тем не менее, хозяева большую часть времени имели преимущество и контролировали ход игры. Существенное влияние на решающую игру оказал непрекращающийся дождь. Поэтому встреча получилась нерезультативной. Тюмень играл в атакующий футбол. Нам было тяжело обороняться. В начале матча была мандражка. Но так, в общем, справились. В конце поединка уфимские юноши упустили несколько стопроцентных моментов. В добавленное арбитрам время тюменцы попробовали организовать навал. Но не сумели огорчить уфимского голкипера. Победа башкирской команды и Кубок РФС остается в столице республики. Мы старались больше держать мяч. Это была установка на игру. Вот мяч держали, и поэтому сохранили результат. 0-0 на табло. Это нас устраивало. Сегодня был решающий день, и мы все-таки выдержали и выстрелили этот матч. Мы чемпионы. Уфимские ребята не скрывали эмоций. Престижный трофей они извоевали в день Башкортостана, сделав таким образом подарок всем жителям республики. На церемонии награждения присутствовали заместитель премьер-министра и президента ВКУФА Марат Магадеев и генеральный директор клуба Шамиль Газизов. Победа в Кубке РФС стала очередным доказательством успешной работы школы ВКУФА. Кирилл, а как складывается выступление вашей команды в первенстве России в этом году? В первенстве России мы закончили на четвертом месте. По силам быть, конечно, было как минимум в тройке. Не хватило совсем чуть-чуть. Последний матч с Амкаром мы играли. Неудачно сыграли, проиграли 0-4. Хотя нас устраивала ничья, мы были бы на втором месте. И по разнице мячей мы вот заняли в итоге четвертое место. Немножко не хватило нам. Но прогресс по сравнению с прошлым годом тоже есть. То есть мы в том году были седьмые. Сейчас мы уже боролись за первое, второе место. Ребят, школа ВКУФА существует всего год, но уже есть кое-какие положительные результаты. Как удалось вам так быстро показать эти результаты, по вашему мнению? Работали-то мы с командой давно и объединились мы с командой вот три года. Мы работали, шли потихоньку, помаленьку. То есть в первый раз мы заняли восьмое место. Кирилл сказал, в том году мы заняли седьмое место. В этом году мы уже должны были бороться за призовые места. Команда прибавляется, приходят новые игроки. Берем из других городов, благо тренера нам отдают их спокойно. Легионеров у вас пока нет в вашей команде? Легионеров нет. То есть республика. Вы сказали, что тренера дают спокойно. Это везде так? Или некоторые все-таки, скажем так, хранят свои таланты в своей команде, не пытаясь их показать общественности, показать публике другим командам более высоко стоящим? Я думаю, мы как исключение, что ли, так скажем. Ну а так, в принципе, сейчас договариваются. И тренера-то тоже понимают, что человек будет играть на хорошем уровне. И если надо, мальчик к нему опять вернется. Конечно. Тем более у нас создана команда премьеры лиги Уфе. В ней должны собираться лучшие под ее флагом, знамен. Артем Кирилл, расскажите вообще о себе. Как вы пришли в футбол? Как складывалась игровая ваша карьера? Как стали тренерами и так далее? В футбол я пришел в 7 лет. Сначала пробовал свои силы в хоккей, пошел в дворце. Но в тот год не было набора данной возрастной группы. И рядом с домом увидел объявление. Пошел, записался в секцию футбола. Сразу понравилось. Так, в принципе, и остался. А где играли? В каких командах? С дюшер номер 9, восход. Сейчас она называется Академия футбола. Всю жизнь занимался там. Начал работать как тренером там. Почему вы решили тренером стать? Ну, в свое время, как можно сказать, не доиграл. Бесследно не проходит занятия футболом. Просто равнодушен не смог остаться к этому. Ну, директор в свое время предложил. Почему не попробовать? Попробовал, затянул и так остался. Артем, а у вас какая история? До 12 лет играл во дворе в футбол. И, наверное, как... На кожаном мече меня заметили тренера, пригласили. Команда Рейд тогда называлась. Команду 86-го года тренера Воскоробогатов Александр Юрьевич. Вот, ну и так вот в 12 лет попал я к ним в команду. Практически сразу попал в команду. То есть и первый же выезд меня взяли. Вот. Ну, так же там и на Гастелло потом нас тренировал Трияткин Анатолий Степанович. Тоже достаточно известный тренер. Вот. Ну и все, в принципе. То есть дальше республики, дальше области своей я и не играл. На тот момент у нас не было таких возможностей. Сейчас, как у ребят, сейчас есть команда в премьер-лиге. Есть куда расти, есть куда выходить. В тот момент у нас просто в Уфе не было команды мастеров. Ну, вы стали тренерами, это тоже хорошо. Ну, да. Вы тренируете ребят, которым 14 лет. В каком возрасте? В этом возрасте уже поздно начинать заниматься? Просто вот Артем сказал, что он попал в футбол всего лишь 12 лет. 12 лет, да. То есть, по сути, достаточно поздний, наверное, возраст. Просто почему этот вопрос рождается, потому что в интернете, да, многие ребята спрашивают, которым уже даже больше 14 лет. Можно ли как-то попасть в команду? Ну, вообще, конечно, поздновато, но бывают исключения. Вот в том году... Мальчишка к нам пришел, да, мальчик со двора. Ну, занимался лаптой. Ну, буквально за полгода он пробился в основной состав. Сейчас играет достаточно успешно. А вот от чего это зависит? Ну, природные данные, конечно, какие-то в первую очередь. Талант называется это Артем. Талант, да. То есть, есть какие-то природные данные, да, действительно? А их можно быстро распознать, что вот этот парень, он лучше, чем этот? У него большее будущее, допустим. Ну, конечно, тренера обращают на скоростные качества, на игровое мышление. А технические науки уже в процессе приходят. Технические, тактические науки. Ну, с техническими навыками посложнее будет. Вот мальчишка пришел с лапты, то есть там, кто знает, лапта такая, ну, интересная игра со сменами постоянными. Вот, а кто-то, допустим, если придет с плавания, то есть ему будет намного сложнее адаптироваться именно под футбол. А если с пятибурью, например? С пятибурью, ну, оно тоже... С пятибурью у нас никого не было, я еще не слышал, что кто-то с пятибурью там... Почему именно про пятибурью задал вопрос? Ну, у меня просто есть знакомый парень, на мой взгляд, это очень многофункциональный вид спорта. А ты знаешь, что генеральный директор футбольного клуба ФАШ Америка Амитриевич Газиза? Серьезно? Мастер спорта по пятибурью. Я просто не говорила, что знакомый парень это он. Можно не стать футболистом, но можно стать серьезным футбольным функционером, скажем так. Да, я тоже соглашусь. Ну, а так вообще лучше посмотреть. То есть так вот сказать, отрезать, что нет, ты не подходишь. А вообще часто поступают подобные просьбы от ребят? В интернете, я не знаю, может быть, звонил по телефону. Да, очень часто. На мой взгляд, я могу лишь сделать предположение, буду ли я права, что такой большой ажиотаж у вас вызывает именно этот год, после того, как УФА вышло в премьер-лигу. Ну, я не думаю. Я думаю, с созданием команды премьер ФК УФА, вот, самое основное из-за этого поступает. Это звонки в электронную почту. А где вы занимаетесь? На каком стадионе? На данный момент стадион «Динамо». То есть в центре города. А «Гастелло» пока не используется? У нас 49-я, сейчас модно же говорить, резервная арена, так скажем. Иногда приходится там. А у меня какое-то значение, что ребята делают первые шаги в футболе на искусственном газоне? Я ничего страшного не вижу, что именно на искусственном. Просто сейчас какие для них созданы условия, какие поля, на которых они занимаются. Сейчас в наше время этого вообще ничего не было. И все равно вырастали, играли в футбол. Я думаю, даже они в лучших условиях находятся, чем раньше. Я тоже не понимаю, что есть какая-то разница искусственная или натуральная? Ну, я не соглашусь чуть-чуть. То есть, ну, опять же, это дискуссия такая. Мы раньше хоть и играли, но это мое мнение, мы играли на, пускай его называли огород, но он не естественный огород. То есть, это естественное покрытие. Так же, как и деревянный пол. Это тоже естественное покрытие. А здесь посыпали крошкой, и нога уже все равно не так. Но это уже не естественно. Это создали условия. Вопрос спорный, конечно. Слушай, как я говорил, все люди делятся на две категории. Те, кто за искусственную, но и те, кто против. Даже в одной команде, как ты видишь, в тренерском штабе, есть два-динтернатива. Я тоже слава искусственная команда. В этом мы прекрасен футбол. То есть, мы спорим постоянно. Эта дискуссия никогда не закончится. Но сейчас я предлагаю посмотреть сюжет о том, что совсем скоро ведь появится у нас новый стадион, стадион футбольного клуба УФА, который пока называется «Нефтяник». Мы его так и продолжаем называть. И сейчас я предлагаю посмотреть, на какой стадии находится его реконструкция. 30 единиц техники до 150 рабочих ежедневно находятся на стадионе. Вонтаж сидений на западной трибуне должны завершить до конца недели. Близится к концу и отделочные работы в административном здании, где будут располагаться вип-ложи, раздевавки команд и комментаторские позиции. Но основные силы сейчас брошены на укладку трубопроводу для обогрева поля. Только после их установки здесь постелят искусственный газон последнего поколения. Он не будет содержать резиновую крошку, вместо нее используют крошку пробкового дерева. Ну, насчет кипит, я не знаю. Кипит, суп кипит, а здесь работа ведется. Ну, смотрите, сколько техники, сколько людей. Здесь заняты больше 150 человек. Работа идет. Но есть сроки, сроки обязательно. У нас мы должны принять вторую часть чемпионата России в премьер-лиге. Поэтому в марте мы должны уже здесь играть. В планах строителей до зимы установить восточную трибуну, а в марте 2015-го провести внутреннюю отделку по трибунных помещений. К тому же сроку рабочие обещают сделать и поле. Кстати, второе из них, тренировочное, находится рядом. Оно будет без обогрева и чуть меньших размеров. Там смогут проводить занятия не только команда мастеров, но и воспитанники спортшколы ФК Уфа. Ну, будем надеяться, что уже в ближайшее время нефтяник начнет функционировать. Ну и сразу вопрос Кириллу и Артему. Как вообще в Уфе сейчас с инфраструктурой, с полями? И станет ли легче с появлением нефтяника? Конечно, станет. Мы надеемся, ждем, с нетерпением ждем. Все-таки занимаясь на «Динамо», мы попадаем, конечно, в ограниченные рамки. То есть у нас есть главная команда. То есть расписание мы составляем, исходя от ихного расписания. Немножко тяжело. Когда у нас появится свое тренировочное поле, конечно, нам будет намного проще. И сразу второй вопрос. А вы следите за матчами главной команды? Когда получается. То есть, а так, времени не хватает еще, семье надо время уделять. То есть постоянные разъезды, тренировки. То есть, ну, если где-то в «Примор» эфире мы не смогли посмотреть или на стадионе, ну, потом в интернете, конечно, отслеживаем, смотрим. А вы, например, главной команды делаете какие-то разъяснительные объяснения для ребят? Ну, конечно. Это все-таки наша главная команда. Это наша вершина, к чему мы должны стремиться. Очень часто посещаем тренировки главной команды. Смотрим, следим. К сожалению, не всегда получается, но стараемся. Артем, а можно вот так со стороны, глядя, чему-то научиться у тренерского штаба взрослой команды? Или это нереально? Нужно находиться в процессе? Ну, в идеале было, конечно, нужно находиться там, вариться, как говорится, внутри. А так, по наблюдениям, как ведет себя тренер. Потому что у нас дети уже все равно постарше. То есть, уже не маленькие, так скажем. Как ведет себя, какой подсказ. Достаточно иногда он громко подсказывает на тренировке. То есть, я считаю, что можно. Вот вы сказали, что ребята уже взрослые, а бывают какие-то случаи, что приходится работать не как футбольному тренеру, а как больше психологу. Какие-то беседы проводить. Ну, я считаю, это даже основная работа футбольного тренера. То есть, бывает такое, что кто-то чем-то недоволен, и приходится с кем-то разъяснительные беседы провести. Место в основном в составе, я не знаю, что это в этом роде. Это изо дня в день. Это работа в совокупности, так же, как с обучением технической, физическим, каких-то инвестиций. Это основная, я считаю, работа. О чем мечтают сейчас ваши подопечные? Какие у них ближайшие планы, цели? Мы сейчас непроличные говорим. Я понял. Касательно рабочего момента. Ну, если о глобальном, то все хотят стать, быть похожими на миссии, играть в суперкомандах. Вот вратарь у нас, он четко говорит, я хочу быть вратарем. То есть, это его мечта. Его не волнует команда, в какой команде играть. Он хочет стать профессиональным вратарем. То есть, а там, у кого какие разные мечты. Ну, все в основном ассоциируют себя с футболом. А вот в каком возрасте могут сделать заявку на них, допустим, наша главная команда? Ну, если увидит какого-то талантливого, вашего подопечного. Ну, на миссии, вот, главная команда Барселоны, в каком возрасте она его задает? Вы мне задаете вопрос? Я вам задаю этот вопрос. Я точно не знаю. Поэтому я и спрашиваю. В 9 лет. И здесь также, если, допустим, тренер Калыванов подойдет, скажет, что вот этот мальчик очень хороший. Что есть у него перспективы на будущее? Да, он... То мы будем его готовить. И неважно, в какого. Сколько ему? 7, 8, 9 лет? 10 и так далее. Ну, а так уже, я думаю, что после, тем более, нашей победы, я думаю, к нам тренера дубля присмотрятся к игрокам. Ну, вот, кстати говоря, о молодежной команде. В этом году тоже что-то новое, да? Это турнир молодежных команд Премьер-лиги. Следите за матчами вообще дублеров. И вообще какое мнение об уровне этого турнира? Ну, уровень очень хороший. Я вот несколько игр смотрел. Очень понравилось. Хороший уровень. Следим, конечно, и за нашей командой. У нас более, насколько я знаю, более старшие ребята играют. То есть, с 94-95 годов рождения. По сравнению с другим, например, клубами приезжают ребят чуть моложе. То есть, с 97-96 годов рождения. Ну, а в целом, да, уровень хороший. Насколько я знаю, вы тренируете еще одну футбольную команду ФКО-ФА. Это правда? Да, правда. Что за команда? Ну, 2007 года рождения дети. А, то есть, тех вы вырастили 8 лет, уже с ними пробыли, им уже по 14 лет. Сейчас вы взяли себе молоднячков. Как удается разрываться между двумя командами? Ну, стараемся как-то составлять расписание таким образом, чтобы успевать там и там. Тяжело, не скроем, тяжело два возраста вести, отвечать за это. А у вас между друг другом есть какие-то разграничения? Чем занимаетесь вы конкретно? Какие ставите задачи для ребят или вы? То есть, может быть, вы только с нападающими работаете, вы с защитниками или наоборот? Нет, разграничений никаких нет. В процессе диалога мы стараемся к одному приходить. Бывает много спорим, но без этого никак. Мы приходим к общему знаменателю и работаем. Может быть, благодаря этому мы выиграли этот кубок. Не знаю, сейчас как узнаешь-то. Сейчас давайте вспомним о главной команде республики. У нас есть еще и такая, ФК УФА, которая находится на сборах в Турции. Наша любимая команда. Наша любимая команда, да. Завершились сборы в Турции, ФК УФА. Завершились они в том числе и контрольным матчем. Ну и давайте посмотрим небольшой видеоматериал о последних событиях, которые с ФК УФА случились. Единственным контрольным матчем УФА на турецком сборе стал поединок против Алания Спора. Ключевые события произошли во втором тайме. В перерыве Игорь Колыванов поменял большую часть футболистов. Полный матч провели только Денис Тумасян и Павел Степанец. Одной из изюминок игры стало традиционное турецкое судейство. В результате игроки башкирской команды получили пять желтых карточек и одну красную. Удалили Николая Сафраниди. Соперник не был наказан ни разу. Еще до удаления уфимцы отличились. Шикарную атаку завершил Антон Килин. Но оставшись десятером, подопечный Колыванова пропустили. Результат 1-1. Несколько игроков башкирского коллектива выступали за свои национальные сборные. Дмитрий Верховцов отыграл два полных матча за команду Белоруссии. А Фелисио Браун Форбс дебютировал в сборной Коста-Рики в поединке против Омана. Воспитанник уфимского футбола Игорь Безденежный сыграл дважды в официальных матчах за сборную России до 19 лет. И занял мяч в ворота сборной Северной Ирландии. Уфе могут засчитать два технических поражения в Премьер-лиге и снять с Кубка России. Такая информация появилась на неделе в ряде СМИ. Причиной такого наказания является неправильная заявка полузащитника Эммануэля Фримпонга. У 22-летнего англичанина ганского происхождения, по сообщениям СМИ, была только туристическая виза. Полузащитник отыграл за Уфу 120 минут в Кубковой встрече с Енисеем, а также по тайму в двух играх Премьер-лиги. Российская футбольная Премьер-лига уже выступила с официальным заявлением. Уфа продолжит игру, у горожан не снимут очки. А заявка Фримпонга была оформлена верно. Как бы то ни было, отберут у нас очки или не отберут. Вот ваши прогнозы на завершающую стадию чемпионата, на осенне-зимнюю, скажем так, нам еще и в декабре играть. Как вам кажется, удастся ли у Фио удержать вот этот темп и остаться на том месте, где сейчас Фар находится? Я думаю, что это под силам и под силам набрать очки. Я тут и по статистике мы выигранных единоборств посмотрел на интернете. Да, мы сейчас на первом месте. То есть работу видно, мы поднимаемся вверх. А я считаю, наши юристы сделают все, чтобы у нас очки не сняли. Ребята, а у вас есть свой любимчик в главной команде? И почему именно он? Ну, мне импонирует Засеев своим трудолюбием, самоотдачей. Наверное, он похож просто. Может, похож внешне, многие тоже об этом говорят. Есть немножко. Артем, а у вас, наверное, Никита Безлихотов, да? Точно. Мне понравился Килин. Килин Антон, да? Да, то есть его действиями быстрый, умненький парень. То есть я думаю, что он еще скажет свое слово. Спасибо вам большое, Артем, Кирилл, не только за то, что вы пришли сегодня в нашу студию, но и за вашу победу, которую вы совершили в Кубке РФС. Вам удачи и желаем новых побед. Будем рады видеть вас всегда здесь, в нашем студии. Спасибо большое. Ну, а с нашими телезрителями мы прощаемся ровно неделю. Наша программа выйдет, как всегда, в следующий четверг. До свидания. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»